Итак, срочные новости с официального сайта rambler.ru. Гражданский брак решили приравнять к законному. По мнению автора законопроекта, в последние 20-25 лет выросло количество незарегистрированных браков, которые не учитываются статистикой. По данным в ЦИОМ, 63% россиян считают, если мужчина и женщина проживают совместно, ведут общее хозяйство, то их можно считать мужем и женой, даже если они не заключили официальный брак. Однако, когда дело доходит до рождения ребенка, здесь уже 59% россиян уверены, что он должен появиться на свет в семье, которая скрепила свои отношения официальными узами брака. По мнению людей, это избавит ребенка от морального прессинга недоброжелателей. К тому же официальный брак, по распространенному мнению, повышает ответственность родителей за воспитание ребенка и защищает детей в материальном плане. Когда же люди, проживающие вместе сожители, не хотят идти в ЗАГС, им по российским нормам не принадлежит совместное имущество. И в случае расставания пары, отец не будет выплачивать ребенку алименты. По мнению сенатора, это несправедливо. Он приводит примеры зарубежных стран, где фактически брачные отношения приравнены к официальному браку. Соответственно, на лиц, участвующих в таких отношениях, распространяются все имущественные права и обязанности. Так, например, в Швеции фактическое супружество было признано еще в 1987 году. В 1998 году в Бельгийское законодательство введен институт сожительства, относящийся к разновидности гражданско-правового договора. Во Франции в 1999 году в Гражданском кодексе появилась специальная статья о договоре о совместной жизни и сожительстве. Договор о совместной жизни является альтернативой браку и также подлежит государственной регистрации. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и актуальных событий. Итак, от Рамблера перед нами голосование с вопросом «Фактические браки нужно наделить правовым статусом?» Это вопрос и три варианта ответа. Первое. Да, это поможет решить многие проблемы в семьях. Второе. Нет, это бессмысленно. Правовой статус таких союзов будет спорным. И третье. Власти должны сделать так, чтобы пары охотнее вступали в брак, а не признавать фактические союзы. На мой взгляд, это является действительно очевидным, чтобы государство стимулировало наших с вами соотечественников вступать в официальный брак, а не приравнивать какие-то спорные моменты и обязывать их выплачивать, какие-то элементы или еще что-то. То есть очевидно, что государство, власти, правительство, чиновники и чинуши в очередной раз пытаются перевесить всю ответственность со своих плеч, с плеч бюджета на конкретных лиц. Давайте проголосуем и слава богу, большая половина наших соотечественников здравомыслит и 45% наших с вами соотечественников россиян считают, что власти должны сделать так, чтобы пары охотнее вступали в брак, а не признавать фактические союзы. Победительная просьба также вам написать в комментариях ваше мнение, чтобы более объективно понять ваше мнение. Пожалуйста, пишите в комментариях и подписывайтесь на канал. Пожалуйста, пишите в комментариях и подписывайтесь на канал.